Сегодня у нас не просто шаббат, сегодня мы празднуем праздник дарования Торы, Симхат Тара. И сегодня вы, наверное, уже обратили внимание, что множество песен, они были о том, слово о том, что мы благодарны Богу за Тору, которая есть у нас. Мы благодарны Богу за то, что Он дал нам Свое Слово. И сам по себе праздник Симхат Тара. Он означает два простых слова. Симха, радость. То есть это праздник радости. Это праздник, который в еврейской традиции стоит на втором месте после Пурима. Когда все радуются, потому что, вы знаете, ничего плохого не случилось. Аллилуйя. В отличие от всех остальных еврейских праздников, когда наш народ угнетали, мы сражались, победили, сели, покушали. В этом празднике нам просто сделали подарок. И это хороший подарок. Подарок, которым пользуется не просто еврейский народ. Подарок, который разошелся по всему миру. Это благословение, которое стало такой радостью для всех народов. В некоторых странах есть такой праздник, День Библии. И в Украине мы благодарны Господу за то, что в Украине также есть официальный праздник Библии. Когда почитается Священное Писание. И мы также сегодня с вами уделяем этому больше времени. Мы не поклоняемся Библии, друзья. Но мы принимаем Библию как Слово, которое пришло от Бога. Как то направление, которое дает нам Господь для того, чтобы мы могли жить. И в еврейской традиции существует несколько таких приятных обрядов, приятных традиций, связанных именно со свитком Торы, с Эфер Тора, с самим Писанием. Обычно достают все свитки Торы, которые есть в синагоге. Которые хранятся в специальном шкафу таком сзади. И с ними танцуют. Но не просто танцуют. Обходя зал, обходя Биму, обходя ту кафедру, с которой читают Тору. И вы знаете, весь народ, который находится на то время в служении, он старается прикоснуться к свитку. Он старается притронуться и поблагодарить Господа за Слово, которое пришло в нашу жизнь. Друзья, на самом деле, это один из самых серьезнейших подарков, которые Господь когда-либо делал человеку. Мы не говорим о спасении, мы не говорим о каких-то других, о жизни, да? Но это возможность узнать Его. Через Слово мы узнаем о том, как мы можем угодить Ему. Мы можем узнать, как нам решить те внутренние проблемы и вопросы, которые есть в каждой жизни. Поэтому сейчас у нас будет также это небольшое шествие. Давайте мы встанем на ноги. И как положено в этот праздник, мы будем радоваться, когда несут Тору. Постарайтесь прикоснуться к ней. Давайте радоваться. Тора-ура, Тора, Тора, Тора это свет Можете присоединяться к этому шествию Тора, ора, ора, Тора — это свет Тора, ора, Тора, ора, Тора — это свет Тора, ора, Тора, ора, Тора — это свет Иешуа, Иешуа, Иешуа — свет Иешуа, Хабашиах, Иешуа — свет Иешуа, Иешуа — свет Иешуа, Иешуа — свет Иешуа, Иешуа — свет Субтитры создавал DimaTorzok Можно танцевать, друзья! Это радостный праздник! Бог нам Тору давал! Добавил субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 От Его Слова мы благодарим Тебя, Господь, за милость Твою, за любовь Твою, которую Ты даешь нам через Слово Твое. Благословляем Тебя, Царь Славы, Владыка Вселенной, Бог Крепкий. Бэйшэй Мишуа Машиеха. Амин. Аллилуйя. Аллилуйя.